Еще раз обращу Ваше внимание на рекомендации Европейского общества гастроэнтестинальной линдоскопии. Наши итальянские коллеги пользуются именно этими рекомендациями. Спасибо большое. С учетом ограничения времени, я, наверное, тогда вопросы задавать не буду. Евгений Леонидович, хорошо? Можно я сразу тогда перейду непосредственно к рекомендациям? Эти рекомендации основаны на документе, который был опубликован в 2013 году. Эти рекомендации не касаются пациентов после удаления малигнизированных полипов или для пациентов с синдромом семейного наследственного полипоза. Актуальность рекомендаций. Действительно, было проведено много исследований, и мы с вами все знаем, что удаление гноматозных полипов, из которых развивается колоректальный рак, и удаление колоректального рака на ранней стадии приводит к снижению заболеваемости и смертности от колоректального рака. А также были проведены исследования, которые доказывают, что пациенты, которые не вошли в программу наблюдения после полипоктомии, имеют риск развития колоректального рака в 3-4 раза больше, чем пациенты, которые были включены в эту программу. Основные положения этой рекомендации. Особое внимание уделяется условиям, при которых эти рекомендации потом будут применяться. Должна быть проведена качественная колоноскопия и обязательно радикальное удаление всех обнаруженных новообразований с последующим гистологическим исследованием. Значит, качественная колоноскопия – это полностью выполненная колоноскопия заведением колоноскопов купол слепой кишки, схода документации, о чем мы сегодня уже много говорили, тщательный осмотр слизистой оболочки, и обязательное условие – это адекватная очистка толстой кишки. Почему в этих рекомендациях так подробно уделяется внимание именно этим условиям? Потому что при соблюдении этих условий мы проводим меры профилактики интервального колоректального рака. Я коротко напомню, что интервальные раки толстой кишки – это раки, обнаруженные в промежутке времени, после ранее проведенной колоноскопии, то есть которая первичная, с целью скрининга или уже наблюдения, при которой опухоли не были выявлены, и до следующего контрольного эндоскопического обследования. Есть основные причины, которые рассматриваются в научной литературе именно интервальных раков толстой кишки – это пропущенные новообразования, это неполное удаление раннего рака или аденомы, и вновь развившиеся опухоли. Я вам покажу сводную табличку, то есть вы видите, как можно снизить частоту интервальных раков в настоящий момент. То есть проводя качественную колоноскопию, мы воздействуем на развитие интервального рака из пропущенных образований, проводя радикальное удаление образования, мы воздействуем на интервальный рак, развивающийся после неполной резекции, и только после этого мы можем применить уже соответствующие интервалы, которые указаны в данных рекомендациях. И что еще очень важно, то что европейское общество рекомендует, что врач-эндоскопист должен дать письменные рекомендации обязательно после получения гистологической верификации удаленного образования. И на данный момент это рассматривается как индикатор качества колоноскопии, то есть письменные рекомендации должны быть даны именно врачам-эндоскопистам. Были проведены исследования в Нидерландах и в Канадах, что только 30% пациентов после полипектомии приходят в рамках наблюдения в установленные сроки. И одна из основных причин несоблюдения этих интервалов – это неправильные рекомендации, которые дают гастроэнтерологи, хирурги и терапевты. Поэтому это и есть рекомендации для врачей-эндоскопистов Европейского общества. Эти рекомендации базируются на стратификации пациентов в зависимости от эндоскопических находок и в зависимости от гистологического заключения. То есть выделяются две группы риска. Низкая группа с низким риском развития колоректарного рака. Туда относятся пациенты с одной-двумя тупулярными аденомами меньше 1 см в размере без дисплазии низкой степени, зубчатые болитые менее 10 мм в размере без дисплазии. Так вот, Европейское общество рекомендует первую полноскопию в рамках наблюдения проводить через 10 лет. Американское общество рекомендует первую полноскопию проводить через 5 лет. Как раз нам профессор Александр сказал, что в данном случае это 5-10 лет. Группа с высоким риском развития колоректарного рака это аденомы с велезным компонентом, аденомы любого размера дисплазии высокой степени, аденомы размером более 1 см. Если у пациента более 3 аденом, зубчатые полипы размером более 1 см. Или зубчатые полипы любого размера с дисплазией. В данной группе пациентов первая полноскопия в рамках эндоскопии генетического наблюдения проводится через 3 года. Пациенты с 10 и более аденомами должны быть направлены на генетическое обследование. В группе с высоким риском, то есть если при первой полноскопии в рамках наблюдения выявлены аденомы, имеющие высокий риск малигнизации, то вторая полноскопия должна быть также проведена через 3 года. Если нет, тогда мы можем отпустить пациента на 5 лет. Я рассказываю эти европейские рекомендации. Постоянно на Кваколе возникают вопросы, как у Виктора Владимировича, насколько часто мы этим пользуемся в жизни, потому что сами мы не так часто пользуемся этими рекомендациями. Мы спрашивали Чезара, он нам сказал, что он уверен в качестве проводимых им колонскопий, и он отпускает пациентов и на 5 лет, и на больше. И еще он указывает такой момент, что он не может постоянно смотреть пациентов в рамках наблюдения, потому что в Италии очень много скрининговых колонскопий. Отдельно выделена группа зубчатые полипы, также группа с высоким риском развития колоректального рака. Если позволите, я не буду зачитывать, вы все видите это. Группа с низким развитием колоректального рака в группе зубчатых полипов. И ИСЖ рекомендует наблюдать таких пациентов в соответствии с рекомендациями для пациентов с аденомами, о чем я говорила ранее. Итак, у вас в прошуре образовательного проекта КВАКОЛ коротко указано, напечатано такое схематическое представление этих рекомендаций, которыми вы можете пользоваться. Указаны особые ситуации. То есть в случае фрагминопадной резерции аденомы более 1 см, пациента сначала необходимо посмотреть через 6 месяцев, провести эндоскопический контроль, а потом уже включить пациента в программу эндоскопического наблюдения. И в случае неадекватной подготовки толстой кишки, рекомендовано повторное проведение полоноскопии в кратчайшие сроки. Какие меры необходимы для повышения качества подготовки кишки полоноскопии? Это повышение качества очистки кишечника от содержимого, необходимо улучшать переносимость подготовки пациентам и необходимо повышать безопасность подготовки для пациента. При выборе препарата для пациента при подготовке к полоноскопии мы можем рассматривать, какие факторы из анамнеза пациента. Если пациенту было сложно пить стандартный объем полиэтиленгликоля 4 литра, или ранее была неадекватная подготовка при приеме стандартного объема полиэтиленгликоля, и сейчас в нашей клинике всем амбулаторным пациентам назначается малообъемный препарат полиэтиленгликоля с аскорбатным комплексом, это препарат МОЛИПРЕД. В рамках также образовательного квакола была разработана специальная брошюра, которая включает основные этапы подготовки для пациента. Эта брошюра облегчает задачу и врачу, который может быстро по этой брошюре рассказать рекомендации, и пациент, потом забрав эту брошюру домой, может подробно все прочитать. То есть разрешенные продукты, запрещенные продукты, основа пищевого рациона в том, что мы ограничиваем пищевые волокна. Мы об этом тоже уже много говорили. Второй этап – это выбор схемы приема препарата в зависимости от времени проведения поломоскопии. То есть если у пациента запланирована поломоскопия на утреннее дневное время, то мы рекомендуем пациенту сплит-режим приема ослабительного препарата. То есть когда первый литр препарата МОЛИПРЕД принимает накануне обследования, а второй литр препарата МОЛИПРЕД принимает в день обследования. Очень важно, что окончить прием МОЛИПРЕД нужно за 2-4 часа до начала поломоскопии. Почему за 1 литр тоже уже этого касалось? Потому что потом химус и желчь начинают поступать в слепую пешку, и подготовка именно правых отделов и обнаружение плоских полипов становится затруднительной. И если пациент, а у нас есть такие пациенты тоже, готовится на поломоскопию, которая будет проходить уже после 2-х часов и даже в вечернее время, такие пациенты есть, мы рекомендуем и назначаем утреннюю схему подготовки препарата МОЛИПРЕД. То есть пациент принимает 2 литра препарата МОЛИПРЕД утром в день обследования и дополнительно 1 литр разрешенной прозрачной жидкости. И точно так же окончит прием препарата за 2-4 часа до начала поломоскопии. И третий этап, то есть рассказать пациенту, как принимать МОЛИПРЕД, как его приготовить. Упаковка предназначена для приготовления 2 литров раствора, извините, вне зависимости от веса пациента. Раствор препарата нужно принимать дробно, по 250 мл каждые 15 минут. И мы пациенту говорим, что если все-таки ему будет как-то не очень приятно и комфортно, это время можно увеличить и немножко растянуть. Принять дополнительно дробно 1 литр разрешенной жидкости прозрачной. Во время приема рекомендовано выполнять легкие физические нагрузки, упражнения. И окончить прием препарата, как я уже говорила, не позднее, чем за 4 часа до начала обследования. Были проведены исследования, которые сопоставляли эффективность в отношении очистки толстой кишки. Сравнивали стандартный объем полиэтиленгликоля и малообъемный полиэтиленгликоля с аскорбатным комплексом. Эффективность оказалась сопоставима. И большая доля пациентов оценила МОВИПРЕП как более удобный препарат в применении. То есть отсутствие затруднений при приеме оказалось у пациентов меньше, которые принимали препарат МОВИПРЕП. И большая доля пациентов готова принимать повторный МОВИПРЕП, что тоже очень важно. Рекомендации Европейского общества помогают врачам-модоскопистам, стратифицируют пациентов по группам риска. Но в каждом случае врач должен очень индивидуально подходить к каждому пациенту и выбирать стратегию на другение уже индивидуально. Спасибо. Маленькие комментарии. У меня после этого доклада всегда было обверды, но сегодня мы не укладываемся, поэтому обверды не будет. В обверды там очень интересно. Понимаете, большая была работа, где было примерно 50 американцев-модоскопистов и 50 японских. Все и те, и другие знают, когда и как соблюдают пациент после полипертонии. И как вы думаете, соблюдают они эти рекомендации или нет? Нет. Так вот, ответьте. Так вот, они смотрят все в два, а то в три раза чаще. Понимаете? Не через 10 лет, а через 3, 5 лет. Не через 5 лет, а через год. Почему? Где уверены, что полипы не пропустили? Удалили 5 полипов, извлекли 4 или 3, а что в этих двоих? Буша старшего смотрели, а через каждые 3 месяца, так что после операции. Поэтому, понимаете, вот такая вещь. И дальше еще что-то хотел я тут сказать. Я не пожелаю себе. Буша самолуч. Ну, понимаете, вот о сроках развития рака толстой кишки, темпы роста мы знаем, да не знаем мы. Наверняка каждый из вас, сейчас будет вспоминать, да вы помните, я того пациента смотрел, через год приходит, интервал, рак причем не интервал, вот такой маленький рак. Хорошо, я делаю комоскопию, хорошо, я пропустил маленький рак. Маленький мог, да, но чтобы за год стерозирующий рак, вот темпы роста, ребята. Поэтому здесь мы все разные, мы не все одинаковые, у одного так, у другого это. Я здоровался дважды за руку с Николаем Николаевичем Блохиной по поводу одной и той же пациентки. Он был любитель картин, а она, ну, искусствовед, ему советовала, какие картины покупать, какие нет. Так вот, у нее была передняя лекция прямой кишки, я наблюдал ее, нашел полип, он хотел посмотреть на того доктора, который будет удалять ей полип. Я пришел к нему в кабинет, если мы поздоровались, ну, хорошо, удаляйте, я удалил. А через, она хотела раз в год, а пришла через полтора года. У нее стерозирующий рак в зоне операции. Через полтора года, понимаете? Так что вот, темпы роста они, и наблюдать, да, как рекомендуют все эти, ну, не знаю, наверное, это страховые компании, опять все это, деньги, наверное, деньги еще раз дают. Они, на самом деле, но, обязательно прекрасный доклад, почему? Потому что вот это вот, где ты сейчас совершенно правильно говорил, что вторичный вал, то есть, осмотреть пациентов, его бы на голову свер, потому что надо, скорее всего, делать первичную скринировую коллоскопию. А мы две трети рабочего времени смотрим, повторим пациентам. Почему? Дай Бог им здоровья, потому что они живут после наших вмешательств, и пусть живут долго и счастливо. Но кто-то это может делать другой, а не те учреждения, которые это дело сделали незначально. Спасибо большое. Будем наблюдаться. Идем дальше. Коллеги, у нас осталось выступление Алексея Викторовича. Алексей Викторович, пока вы запускаете...